В июне прошлого года на перекрестке улиц Московская и Гоголя водитель легкового автомобиля, уходя с толкновения, не справился с управлением и протаранил здание почтового отделения. К счастью, ни прохожие, ни сам водитель не пострадали. Одна из лестниц почты получила значительные повреждения. С момента ДТП прошло почти полтора года. Разрушенная часть здания огорожена сигнальной лентой. И на этом всё. Руководство Саровского почтамта отказалось приехать к нам сюда и рассказать, когда же будет сделан ремонт. Они предпочитают общаться с нами письменно. В электронном письме сообщается, что ситуация с аварийной лестницей находится под контролем и деньги на ремонт выделены. Был объявлен конкурс на проведение восстановительных работ, но ни одна подрядная организация не заявилась. Когда будет следующий конкурс, в письме не уточняется. Между тем, жители города считают, что сломанные перилы, обломки кирпича портят внешний вид города. А отсутствие второй лестницы вызывает неудобства при посещении почтового отделения. Весь вид портит. Это некрасиво. Два года уже прошло. Можно было бы давно уже всё исправить. Чтобы люди ходили и радовались, что здесь почта всё-таки, а не вот забегаловка какая-то. А то получается, туда идёшь, оттуда идут. А там немножко тесновато. А потом вот таким вот пожилым людям, как я, неудобно. Я всегда хожу, всегда приходится обходить. А мы часто сюда ходим. Пока вопрос с ремонтом аварийной лестницы остался открытым. Никаких конкретных дат проведения новых конкурсов для подрядных организаций руководство Саровского почтамта не раскрыло. Как не уточнило и сроки восстановительных работ. Мы будем следить за развитием ситуации. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.